Мир вам уважаемые телезрители! Мы рады вас приветствовать на христианском телеканале «Импакт» в программе «Влияние». Меня зовут Геннадий Сагун и сегодня мы рассмотрим интересную и новую для нас тему это военное капелланство. Не переключайтесь, потому что будет обязательно интересно. Честь имею представить гостей нашего телевизионного эфира. Это гости из Украины, пастор, миссионер из города Киева, руководитель служения Global Christian Support и также проекта международные капелланские лагеря Ярослав Малько. Приветствую вас, приветствую. И также со мной военный человек, полковник отдела по взаимодействию с капелланами Александр Ковточ. Приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, сегодня мы рассмотрим интереснейшую тему, которая для нас абсолютно новая, но я искренне верю, что наши друзья помогут понять глубже, что же действительно происходит в этом служении, которое для нас новое, но мы верим, что после этого эфира для нас будет очень даже понятное. И так, Ярослав, первый вопрос будет к вам. Расскажите, пожалуйста, представьте ваш проект, это международные капелланские лагеря. Ну, наверное, для того, чтобы рассказать о проекте, нужно рассказать предысторию. Пожалуйста. Вот, суть вообще этого проекта это отдых, это реабилитация, это коммуникация, это тренинги, которые мы проводим вместе с украинскими и американскими капелланами здесь, на территории Соединенных Штатов. Это уже пятый подобный лагерь. Мы до этого были в Атлантии, мы были в Шарлотт, мы были в Сиэтле, в Портленде. И вот, знаете, Бог дал нам возможность быть в Калифорнии, и для нас это прекрасное время. Мы здесь всего лишь пятый день, но мы видим тепло, мы видим дружбу. Вот, поэтому мы учимся, и мы, знаете, в это время еще, что немаловажно, общаемся друг с другом. Потому что формат вообще лагеря, он дает людям возможность побыть вместе. Знаете, не просто где-то так урывками или какими-то точечными общениями, а ты с этими людьми встаешь, ложишься, ты ездишь, ты общаешься. И для нас это очень ценно. Поэтому мы верим, что подобные проекты, они дальше помогают становлению, во всяком случае, военного капелланства в Украине. И этот проект, насколько мы понимаем, начался совсем недавно. То есть, или он существовал какое-то время уже до этого? Ну, вы знаете, если говорить о формате данного проекта, то этому проекту вот один год. И мы рады, что здесь, в Сакраменто, это уже пятый подобный капелланский лагерь. А вопрос к Александру. Хочу задать, зачем нужны капелланы? Добрый вечер. И сначала я хотел бы выразить слова благодарности за ту помощь и Соединенным Штатам Америки, в частности, по, скажем, по становлению капелланству. И, опять же, как и мой коллега, я хотел бы начать с истории. Понятие такое, как военный капеллан в вооруженных силах Украины до начала, будем говорить откровенно, войны, его не существовало. Да, вооруженные силы как бы имели возможность приглашать воинские подразделения и на какие-то особые там дни они приглашали священников, которые там проводили определенный обряд. Но, как сегодня, такого понятия его не было. До начала войны капелланов в вооруженных силах их просто не было. Становление, для чего они нужны? Сегодня в Украине переживает такой период очень непростой. И без Божьего слова, без душпастерской работы среди личного состава это невозможно. Почему? Потому что нужно направить все усилия всех и психологов, и капелланов, и воспитателей на этот процесс для того, чтобы иметь достаточно подготовленные, я имею в виду, не вооруженными, не технические, а вот именно психологическое состояние, морального, скажем, уровня личного состава. Вот эта категория сейчас и вместе вот это в кулаке, она помогает личному составу. Вот основное направление работы вот этих людей. Александр, тогда сразу же скажите, что уже сделано в этом направлении? На каком этапе вы находитесь? Процесс идет. Он достаточно молодой. И надо сказать, что в первые дни вооруженного конфликта военные капелланы, они сразу откликнулись на беду, которая пришла в Украину. Необходимость такая появилась в первые дни, потому что вы понимаете, что это война, это жизни, это, скажем так, убийство, я имею в виду, убитые люди. И вот работа проводилась, все конфессии у нас их много, и они все однозначно откликнулись о том, чтобы надать помощь личному составу вооруженных сил в этот период. Это было различно. Это было и, скажем так, и тоже Евангелие. Это были молитвы, это была литература. Ну, это было все. И это была материальная помощь. То есть это и бронежилеты, и все, что необходимо для личного состава, и обмундирование, и так далее, и так далее. Это пожертвования, это еда, это все делалось вот этими людьми в том числе. Потому что еще очень большую роль сыграли и волонтеры, которые помогали. Что сделано на сегодня, на сегодня, на данном этапе? опыт войны, он подсказал, что нельзя это делать как бы там хаотично, то есть как-то точечно, там импульсивно, здесь сделали, там не сделали, и так прошло-прошло. Стала такая необходимость, что капеллан должен быть при военском подразделении. И на сегодняшний этап такая работа проведена. Проведено уже два этапа введения должностей в вооруженных силах. На первом этапе введено, в боевые части введено 66 должностей. На втором этапе еще 36 должностей введено. И в том числе, на сегодняшний день, у нас уже 102 должности, они введены, и вот люди готовятся и подбираются кандидатуры для служения в вооруженных частях. Они имеют статус работника, на украинском языке это называется противник вооруженных сил, и уже приступили, многие приступили к выполнению обязанностей. Но должен сразу оговориться, этого количества людей не хватает. Недостаточно. А можно спросить вопрос, а чья инициатива, чтобы существовали капелланы, чтобы это служение жило? Наверное... В военных, церквей, правительства? Это было обоюдное решение, скорее всего, потому что мы увидели в вооруженных силах, что не хватает, есть техника, есть, скажем, боеприпасы, а вот подготовки личного состава к ведению. Война, есть война, вы понимаете, что психологические травмы, постпсихологические травмы и так далее, так далее. Это убитые, раненые, искалеченные люди, которым необходима помощь. Вот. И без вот этого всего, без подготовки личного состава, как и психологов, как и без, скажем, работы военного капеллана, очень сложно, как бы, уберечь личный состав. Хорошо, спасибо. Что нужно, чтобы стать капелланом? Например, если я хочу, что мне нужно? Вы должны иметь соответствующее образование. Ну, такая война тут, образование некогда получать. Нет, только люди, подготовленные в семинариях, которые имеют опыт работы, принимаются на работу вооруженные силы. То есть, это служители, скорее всего. Служители церкви, да. Кроме того, вооруженные силы, то есть, когда человек, вот капеллан, уже имеет свою работу, то есть, назначен на должность в воинской части, силами вооруженных сил, то есть, генерального штаба, проводится доподготовка капелланов. Хорошо. Что это значит, доподготовка? Есть перечень, определенный перечень дисциплин, по которым мы готовим военного капеллана. Это небольшой там срок, но капеллан должен знать. И немножко медицины, дабы он перебывает на, скажем, на первом, первом ряду, первой линии, когда ему необходимо будет, если вдруг... То есть, он не только хоронит солдат, но, ну, как, участвует в том, что действительно война все-таки. Ну, не отпевает. И смерть дай, кому ты помогаешь, чтобы не умер. Естественно. Вот идет бой, да, и капеллан находится вместе с ними, и ранила солдата. Он же не будет вспоминать или там какие-то примитивные методы для того, чтобы там перевязать. Он должен быть образован. дать помощь. Капеллан не берет оружие в руки. Он не ведет бой, но он находится рядом с людьми. Он должен знать немножко инженерную подготовку, потому что солдаты оборудуют инженерные все сооружения там и так далее. Он немножко должен знать тактику, как ведется бой, где там находиться или там где нельзя. Ну, это... Когда обстрел. Это осы, да. Когда обстрел, где он должен быть? Что, что, где он должен быть, куда спрятаться, вот, и так далее. То есть, вот, есть определенный перечень дисциплин. Мы их подготавливаем. Они с капелланом проходят до подготовки и уже тогда в полном объеме они работают в воинских подразделениях. Причем, должен сказать, что капеллан вот определенный период пребывает в первой линии, то есть на фронте, вот, бросая пункт постоянной дислокации, находится, счастье, на первой линии. Потом отводится и капеллан возвращается. И вот так вот туда и обратно. Протировка такая. Да. И вот этот человек вынужден, скажем, как и военнослужащий, хотя он не военнослужащий. В вооруженных силах Соединенных Штатов это капеллан, это офицер, а у нас пока на данном этапе принято решение, что это будет работник вооруженных сил. Вот как интересно. Спасибо огромное. Ярослав, следующий вопрос к вам. Почему именно вы участвуете в этом служении? Как бы вы хотели ответить? Ну, вы знаете, вообще, любой христианин, он должен служить там, где Бог его ставит, и, видя нужду, да, на нее откликаться. Первое, ну, как бы, если говорить лично обо мне, или о служении нашей миссии, то, конечно, мы работали и продолжаем работать сегодня с детьми, пострадавшими от военных действий. Мы работаем с ДОВами, потому что, вы знаете, есть достаточно немало женщин, которые потеряли своих мужей. Вот. Мы точно так же стараемся оказывать гуманитарную помощь, и все эти годы для нас было немаловажно. Я не знаю, если камера может показать вот этот вот MP3-плеер, который я держу в руках. Да, вот. Мы каждый месяц завозим в Украину благодаря миссии такой InTouch Министри, это служение Чарльза Стэнли. Они изготавливают каждый месяц для нас 500 таких устройств, и мы их распространяем в первую очередь среди военнослужащих. Конечно, у нас есть и другие социальные категории людей, но здесь есть Евангелие, здесь есть текст Нового Завета, и вот первая наша работа с капелланами, которую мы стали проводить, это просто снаряжать их такими устройствами, и для того, чтобы солдаты, находясь там в блиндаже, на блок-посту, когда они стоят, тут солнечная батарея, и они могли просто слышать Евангелие. У нас есть очень много свидетельств того, как ребятам это действительно морально помогало. Вот буквально одна история, или две расскажу. Пожалуйста. Вот. Одни ребята попали в окружение и прятались несколько дней, прятались просто в канализационной шахте. Даже мне сложно представить, что такое двое суток сидеть под этим люком, они не могли выйти. И то, что они рассказывали, что единственное, что помогло им не сойти с ума, но находясь в стрессе, когда ты не знаешь, через пять минут тебя найдут или не найдут, ты выживешь или не выживешь, это то, что они все эти два дня слушали вот эти вот плееры, в которых было Евангелие и простые истины о том, как правильно жить, знаете, как правильно относиться к жизни и даже относиться к вечной жизни, знаете, не только к этой земной. В итоге эти ребята выбрались из окружения, они, слава богу, все в порядке, они вернулись и они просто рассказывают, как это просто их поддержало, вот просто, знаете, такую тяжелую минуту, да, и ты вот слышишь слово, которое тебя поддерживает. У нас даже тоже есть один из плееров, он сейчас находится в музее Чарльза Стэнли, кому-то будет интересно, я покажу, тоже в него попал осколок. Можно я извиняюсь, спрошу, кто записывает на этот плеер? Здесь это делает, всю запись производит Миссия Интач, здесь записан... И по-украински, по-русски. И по-русски, и по-украински, да, кому как удобно, тот так и слушает. Отлично. Вот, кстати, по поводу украинского языка, хочу сказать, что сначала вообще эти плееры все шли на русском и на английском языке, и был такой сюжет, ныне уже это покойный человек с позывным Моторола, вот, который когда-то показывал этот плеер, да, английский язык включил, по-моему, он включил русский язык, да, но он говорит, что он тогда говорил, что на украинском немае, вот, кстати, он там серьезно попророчествовал о своей жизни, потому что он тогда сказал, я сам послушал, вот дословно говорю, я сам послушал и начал верить в то, что если я где-то под завалами умру, то ничего страшного из этого не получится. Он действительно умер под завалами, вы знаете, его взорвали в шахте лифта, ничего страшного из этого не получилось, но он тоже имел возможность услышать Евангелие. Ярослав, и тогда вот, сейчас мы вернемся к осколку, который зацепил плеер, но на войне, мне кажется, там же неверующих нету, вот становишься верующим, потому что все, что происходит, когда твои близкие люди могут в любой момент погибнуть и так дальше, то есть, как вы скажете? Но это правда, но это правда, и чем ближе человек находится, вот знаете, к пониманию того, что в любую минуту его жизнь может остановиться, на самом деле, тем больше он открыт к тому, чтобы подумать, а что дальше? Ведь каждый человек внутри, он хочет понимать, что это не конец, то есть еще что-то есть, то есть, а вдруг там осколок, а вдруг взрыв, а вдруг пуля снайпера, еще что-то, что после этого? И, конечно, люди, которые каждый день, скажем так, находятся на грани жизни и смерти, они являются самыми открытыми для того, чтобы для проповеди Евангелия, но с другой стороны, им также важно в этот момент сказать правильные слова, потому что, знаете, если не будет, вот как капеллан, человека рядом, который скажет правильное слово, который скажет, как ему поступить, как ему отнестись, вы знаете, тогда этих людей можно потерять. Ярослав, заинтриговали, что вот капеллан в этот момент говорит? Что капеллан говорит, я думаю, сейчас будет Павел Саревский, он расскажет больше, да, как капеллан, он больше расскажет об этом, вот, а я все-таки, если позволите, продолжу историю, да, и когда, когда нам прислали, тоже передали один плеер, в который попал осколок, и в этот момент солдат был без бронежилета, он лежал у него на грудном вот так вот кармане, вот, понятно, что такой плеер не может остановить осколок, но каким-то чудесным образом он попал в плеер и просто отрикошетив, полетел дальше и поменял, просто изменил траекторию полета, и в итоге, да, и в итоге этот человек остался жив, и мы так смотрим и понимаем, что Слово Божье, оно не только может спасти душу, но иногда оно и просто спасает физически жизнь человека, и это для нас тоже очень ценно и важно, но это, это когда мы говорим о том, с чего все начиналось, дальше, конечно же, мы, я хотел бы немножко рассказать вот об истории самого проекта, и дальнейшей нашей работе, когда мы приезжали в район Авдеевки, Славянска, и тоже встречались с капелланами, и вот, вот знаете, выслушивали их истории, знаете, они свидетельствовали о своей работе, в тот момент, вот лично в моем сердце, вот отозвалось то, что мы должны точно так же служить тем, кто служит сам людям, да, то есть, и ты понимаешь, что вот капелланы работают, да, с солдатами, у которых есть там посттравматический синдром, но поверьте, когда капеллан три года ездит на территорию военных действий, у него самого это начинает проявляться, и вот, мы как-то так собрались втроем, это был Валерий Голобородько, Виталий Микшанский, еще другие люди, и как-то так, вы знаете, вот Бог положил на сердце то, чтобы вот сделать этот проект, и дать возможность для капелланов, для самих, и где-то и отдохнуть, и пообщаться друг с другом, и конечно же, вот сейчас мы в Америке здесь, мы рассказываем людям о том, что действительно делают военные капелланы в Украине, потому что даже здесь в Америке далеко не все это знают. Спасибо. Александр, к вам вопрос будет. Реакция церкви на капелланское новое служение? Я думаю, что давайте признаем то, что не для всех это служение понятное, все-таки, что там вы делаете? Реакция церкви, и есть ли поддержка? Колоссальная. Это сразу такое обобщенное, да, что было в начале? В начале вооруженные силы, но 2014 год, они не имели такой, скажем, подготовки и того уровня, скажем, военной подготовленности. Согласимся, что армия даже не готова была воевать, ни к чему не была готова. Может, можно даже сказать так. Мало того, было даже несприятие людей самих, когда пришли вооруженные силы, они, вот не надо нам сюда, не надо нам здесь войну начинать. Это было очень тяжело, очень тяжело. Но война, есть война, есть ситуация, в которой оказались, и реакция церкви была однозначная. Помогать, идти к людям, идти, разъяснять, что творится, что это не просто так учения какие-то прошли, и вот они сейчас сегодня тут постреляют, повзрываются снаряды, и на этом все, и никого, никого не убьет. А люди еще не осознавали той беды и объема вот этого, скажем, вот этого горя, которое... И последствия. и последствия, которые будут. Но, слава Богу, только церкви знали, они знали, только было предложение, что дайте помощь. Все, без исключения, откликнулись на призыв, помощи, и начали работать в это самое, среди личного состава. Должен сказать, что в первый год, даже 15-й год, это более тысячи, так сказать, военных, мы их называем просто капелланов, они еще не... самой должности такой, должности такой не было, да? Более тысячи. И 2015-й, и 2016-й год, в 2017-м уже меньше, потому что уже назначены на должности, но мы еще обращаемся, и мы просим волонтеров ехать на фронт. Если есть в этом необходимость, мы приглашаем, они с удовольствием откликаются, с удовольствием едут, оказывают всяческую помощь, ну что... Кстати, ну капелланы, в большинстве случаев, они находятся на передовой, но вот те солдаты, которые вернулись, ранены, или их семьи, которые остались, вдовы, сироты, то есть в основном церковь тоже помогает активно этим семьям, которые остались в такой ситуации. Остались, и не только вот семьи, есть и забирают детей, сироты, которые остались, капелланы, чисто вот на волонтерских, скажем, отношениях они проводят эту работу. Мало того, различные конфессии проводят так называемые, работают центры реабилитации. Даже так? Так. И это не только именно военнослужащих, а и вдов, и детей, и проводят оздоровление детей. То есть спектр деятельности церкви очень большой. и вот, допустим, в этом году состоялся девятое паломничество, это Зарваныцы есть такое, но это мало понятно будет здесь, в Соединенных Штатах. Пока непонятно. То есть идет паломничество, более 500 военнослужащих идут, несут крест, там проходит целый ритуал. Поездка в Лурд, военнослужащие едут на реабилитацию. Такая так называемая Холодноярская, проще, это конфессии, различные конфессии делают такие как бы направления реабилитации. Кроме того, при церквях работают стационарные центры реабилитации. Разрешите спросить, вот получается, что действительно военные, они разных вероисповеданий. Да, у нас много. Получается, военный может выбрать, куда он хочет, протестантам или православным, какой репцентр он выберет? Это его выбор. И когда мы назначаем на должность воинскую часть, не решает генеральный штаб или там кто-то другой. Это решает только военнослужащий той части, должность, которую должен занять человек. Если они выбрали протестантское направление, пожалуйста, это протестант. Если выбрали православное, пожалуйста, католицизм. Хотя с крестами они ходят. Пусть проходят душу спасти. Ну и смотрите, тут какая ситуация. Например, 90% личного состава избрали, допустим, протестантов. Но есть же 10% те, которые, допустим, православие исповедуют. Или мусульманы. Или никому не верят. как быть? И? И тогда у нас прописано это, чтобы один священнослужитель не, скажем, злоупотреблял своим положением, а имел такое, как называть... За человеку выбрать, свободу выбора. Так. Он не должен сказать, что это религия плохая, вот только моя хорошая. Это запрещено. И вот есть 90% которых проводится душпастырская работа, а 10% не хотят идти к тому священнику. Тогда командир части обращается вот именно в наше дело, говорит, помогите, пожалуйста, вот есть у меня люди, 10% или сколько там человек, пожалуйста, мне нужен вот такое направление, к такой-то конфессии нужен священнослужитель. Мы делаем определенное разрешение для того, чтобы человек съездил туда, в эту воинскую часть, провел работу там 10 дней, 2 недели, сколько там получится, и обратно. Но это уже чисто как волонтер. Вот таким образом мы на данном этапе вот такую работу, такую систему мы построили и стараемся обеспечить в полном объеме, чтобы, скажем, свои религиозные потребности личный состав имел. Спасибо огромное. Александр, ваши пожелания для наших телезрителей. Что бы вы хотели сказать? Что у вас на сердце сейчас сказать им? Я, во-первых, пожелаю всем мира. Да, это важно. Это важно. И вот поблагодарю за помощь, ту, которую вот ваши даже военные капелланы приезжали в Киев и делились опытом своим капелланского служения в Соединенных Штатах. И военных Америки, и также эмигрантов, славян. У нас здесь много национальностей, но действительно, когда приходит нужда, вот где-то там в Индии, в Африке, в Китае, нужда, мы спешим помогать. Но сейчас пришла очередь нужды в Украине, поэтому мы спешим для того, чтобы для Украины тоже помочь, поэтому действительно из-за вас мы молимся, пережимаем, верим, что Бог молитвы слышит. Поэтому, просто чтобы вы знали, иммигранты, мы сейчас не решаем вопросы, кто виноват, кто нет, но мы сейчас говорим о том, что Украина в нужде, нуждается в молитве и нуждается в тех людях, которые, как вы, все-таки находятся на передовой и там даже успевают проповедовать и говорить о спасении. Спасибо большое, я думаю, Господь услышит молитвы и вскоре, в ближайшем будущем в Украине будет мир. Александр, благослови вас, Господь. С Богом. Ярослав, перехожу к вам. Вы видите разницу капелланов американских и украинских. Расскажите, что нам не хватает в Украине? Ну, вы понимаете, в американскому капелланству уже больше, чем 250 лет, да? Да, очень много. И на самом деле здесь капелланство уже на много-много шагов впереди. Вот, с другой стороны, конечно же, нам есть чему учиться, когда мы были в музее военного капелланства, который находится на территории военной базы Форт-Джексон, это Северная Каролина. Вот, и знаете, мы шли с капелланами, смотрели вот все эти экспозиции и у меня был эффект его, как его называют, дежавю, То есть, как бы, вот вроде бы, вот я смотрю, я нахожусь в американском музее, а ощущение, что это все про Украину, знаете? И как это все начиналось, вот это все волонтерство, как помогали церкви, вот все один в один. Вот, единственное, конечно, мы верим, что, идя уже, как бы, ну, как бы, немножко по стопам или по следам, мы какие-то процессы надеемся пройти намного раньше, потому что, если, может быть, кто-то из телезрителей знает, может быть, нет, но военное капелланство в Америке фактически стало уже, ну, вышло на профессиональный уровень, да, когда уже капелланы стали военнослужащими, да, как офицеры, это уже стало во время Второй мировой войны. До Второй мировой войны все капелланы были, ну, только волонтеры, которые, которых посылали церкви, посылали миссии, и миссии их и поддерживали, и церкви их поддерживали даже финансово. В принципе, большинство капелланов по сегодняшний день именно так у нас и работают, вот, и слава Богу, хочу сказать просто спасибо большое всем христианам, церквям, миссиям, которые поддерживали и поддерживают на сегодняшний день капелланскую работу, вот, Но во время Второй мировой войны, как нам рассказывали сами американские офицеры, они увидели, что те части, в которых не было капелланов, они были морально, они были намного хуже, проблем было намного больше, сложностей с личным составом было очень много. И тогда уже американское правительство пригласило капелланов, чтобы они уже были на постоянной основе, они дали им должность офицеров и фактически они все время уже были с личным составом, потому что для капеллана самое важное не просто, вернее не только провести, но назовем это литургию или богослужение, а самое важное служение капеллана это быть рядом, просто быть рядом тогда, когда человеку сложно. Спасибо. Уважаемые телезрители, сегодня с нами также Павел Царевский, старший капеллан, работа с военнослужащими, работа с мирным населением. Павел, приветствуем вас. Добрый вечер, мир вам. С миром. Множество вопросов приготовил к вам, но я думаю, что некоторые только мы успеем задать. Скажите, пожалуйста, расскажите, как вы работаете и какие ваши обязанности? Я часто задаю себе вопрос, работа ли это или это уже как час жизни, потому что работа подразумевает определенную занятость, да, а вот как по мне, то капелланс это уже такой стиль жизни или стиль служения. И священник, который высвободил себя для несения служения, уже не разделяет жизнь, это утро, вечер, работа, это постоянное пребывание в служении для того, чтобы действительно явить Бога тем людям, которые вокруг и которые нуждаются в этом. Разрешите вопрос, капеллан нужен только на время войны? Нет, конечно, капеллан нужен, ну просто так сложилось, что капеллан это тот военнослужитель, тот священник, в который работает с человеком, который находится в сложных психофизических, эмоциональных, физических условиях. Да, это тюрьма, это вооруженный конфликт, это больница, да, это даже, ну вот у нас сейчас в Украине растет так называемое социальное капелланство или муниципальное капелланство, это работа с руководством городов, да, с чиновниками. Мы работаем так же, как священники, потому что человек находится все равно под давлением, все равно находится под определенным, ну скажем, принятием решения, правильного решения. И мы стараемся влиять также на них, начиная от молитвы, духовного влияния, заканчивая советниками, мы становимся советниками при, многие из нас становимся советниками при управлении, управителями городов, мэрах, там поселковых советов. Военнослужащим нужна адаптация, нужно как-то вернуться к мирной жизни. И, конечно же, я понимаю, что мирное население. Да, мирное население. Вот вернуться к первому вашему вопросу, каким образом, или алгоритм нашей работы. Вот как говорил предыдущий полковник, мой предыдущий коллега, который сидел на этом месте, мы получаем разрешение заехать на линию фронта для того, чтобы оказаться в передовых частях. И у нас есть определенный набор обязанностей, набор профессиональных обязанностей, которые мы должны реализовать с военнослужащим в зоне проведения или в театре военных действий, так называемое. То есть это, как правило, это утренняя молитва, короткая псалома или короткая такая завершенная мысль нашего Господа Иисуса Христа, чтобы человек мог целый день размышлять над этим, чтобы Слово Божие осветило его на сегодня, и он мог думать, чтобы его разум был занят размышлением над Божьим Словом. И в течение дня мы стараемся поддерживать с военнослужащим вот эту связь. Павел, разрешите. Хорошо, вы так начали с начала дня. Молитва, Слово, рассуждение. Что вы в этот момент проповедуете им? Ну, я говорю, это, как правило, короткий псалом. Это псалом. Это псалом. Чаще всего псалом. Или какая-то завершенная мысль, или притча Иисуса Христа, где он говорит о нашей жизни и о тех направлениях жизни, которые мы выбираем как люди. И я уже как пастырь, как священник, я стараюсь донести до человека эту истину, непреломленную, сквозь мою призму, с моего понимания. А в чистом виде, да, писание. Вот те плееры, о которых говорил Ярослав, это новые заветы, которые мы распространяем там. Я просто прошу, чтобы люди сами читали, чтобы люди сами могли разобраться. И потом я, конечно, получаю обратную связь. Это вопросы. В течение дня, ну, скажем так, до обеда я хожу или путешествую на автомобиле по передовой с теми подразделениями, которые там разошлись на свои позиции. Вот здесь как раз мы оказываемся на первых линиях обороны. И провожу беседы, объясняю, отвечаю на вопросы. Если нужно, есть личные молитвы, возлагаю руки, молюсь за человека. Какие обычно они им нужды говорят? За семью? Да. Как правило, это, ну, знаете, как человек за себя просит молиться, потому что ему тяжело. Он хочет вернуться, вернуться живым. Ему страшно, да. И второе, он просит молиться за кого-то внешне. Как правило, это, конечно, семейство, человек семейный. Человек не семейный, он просит молиться, ну, наверное, какое-то такое понятие, как, ну, в ихнем понимании за мир, да, вот то, что говорил Александр Афанасьевич, это просит молиться за мир, чтобы скорее закончился финал, он мог вернуться домой и завести ту же семью. Павел, я как-то смотрел одно видео, тоже интервью с солдатами, и солдат сказал, все мы когда-то умрем, но вот вопрос, как мы умрем, как военные, как герои, как солдаты, или как трусы, позор и так дальше. Как вы думаете, кто их так воспитывает, капелланы, или это лично солдат считает, что по-любому умрем, только как умрем, второй вопрос. Я думаю, что это личное убеждение человека, мы, как люди, состоим из определенных наборов убеждений, да, и если так человек говорит, что он, это его убеждение, моя, ну, скажем так, задача, да, это убеждение или подтвердить с точки зрения Писания, или наоборот дать ему другое направление, или чтобы он поменял это убеждение, потому что, как говорил Александр Афанасьевич, задача, одна из, скажем так, возможностей влияния на человека, это помочь ему изменить убеждение. Если человек пришел с неправильными убеждениями, вот, на встречу с капелланом, или, в принципе, в какое-то подразделение, и капеллан имеет возможность на него через Слово Божие, через духовные практики, изменить, помочь человеку изменить убеждение. Павел, ну, горю желанием задать множество сразу же вопросов, неправильные убеждения солдата, то есть, я понимаю, что никто не поощряет для того, чтобы они грабили, убивали, там, мирное население и так дальше, но все-таки, что капеллан может проповедовать солдату, то есть, солдат, ты защищаешь свою Родину, Отечество, что вообще капелланы говорят солдатам? Вот этот вопрос меня тоже действительно много раз интересовал. Я знаю, что когда, я слышу, что когда капеллан вместе с солдатами, естественно, меньше происходит насилие, меньше страдает мирное население, хотя война есть война, они будут воевать, и они будут погибать некоторые. Что вообще проповедовать? Если можно, конечно, вопрос, я говорю, желанием услышать, что нужно говорить солдату? Чтобы он и солдатом остался, но и чтобы человеком остался. Ну, давайте вспомним библейские истории, я как священник хотел бы обратиться в Слово Божье. Две истории, которые на меня, как на капеллана, повлияли на мои убеждения, быть, нести это служение. Это первая история, или первая ситуация, которая взята была мной из Библии, это, если вы помните, солдаты пришли к Иоанну Крестителю и задали вопросом, а что нам делать, да? Что он сказал, что не берите платы лишние, чем вам положено, не обижайте вдовую сироту, и оставайтесь, да, защищайте вдовую сироту, другими словами, и оставайтесь в том положении, в котором вы есть, создавайтесь солдатами, защитниками. При том, что я думаю, что к нему пришли римские воины, потому что на тот момент у Израиля не было армии, Израиль был оккупирован. И для меня это было, для меня ценно, когда слова Иоанна Крестителя, то есть я верю, что они были абсолютно сказаны, духовные, они дали этим людям определенные, определенные рамки, то, как они должны себя вести, да? То есть это такое моральное наставление было. И вторая история, это, ну, как мы говорим, мы говорим, что первый капеллан был апостол Петр, да, который, если помнить, также история из Деяния 10 главы, когда Корнилий, римский военнослужащий, был, написано, мужу Богоязнины, и, будем так говорить, он был искателем Бога на тот момент, и апостол Петр был послан к нему Господа для того, чтобы проповедовать ему. И вообще с проповеди Петра Корнилию началось вот покаяние язычников, то есть это целая-целая пласта духовной работы был начат. И для меня апостол Петр такой первый капеллан, вот, который проповедовал военному, и тоже такая назидательная история, да, там Богу пришлось, скажем так, целую построить механизм, чтобы Петра заставить туда идти, он не хотел это делать, но, тем не менее, это произошло, и мы видим огромную перспективу того, что произошло дальше, когда показался Корнилий, и Бог открыл путь к язычникам и так далее, то есть церковь начала распространяться уже в совсем другие пределы. То есть для меня это труд капеллана сейчас на войне, он, я вижу в огромную перспективу для страны, я вижу в огромную перспективу для тех территорий, которые сегодня в силу войны страдают. Чтобы солдат остался человеком и не стал зверем, так если сказать образно. Ну, знаете, я по-другому говорю, я говорю, что капеллан для того, чтобы человек не разучился любить. Вот так даже. И перечислите, любить. Чтобы не разучился просто любить. Ну, как он может быть военным, солдатом и любить в то время? Ну, он солдат, он отец, он друг, он брат, он дедушка, он... Ну, получается, остаться человеком. Остаться человеком, да, ну, да, давайте будем так говорить. Остаться человеком и не разучиться любить. Хочу также этот вопрос все-таки еще раз поставить. Не все люди выехали с оккупированной территории. То есть есть та категория населения, которые остались, я не знаю, это правильный их был выбор, неправильный, сейчас, не знаю, мы не это решаем. Но работа с мирным населением, которое все-таки так же страдает, которое так же не знает, чем закончится завтрашний день или сегодняшний, как вообще происходит работа капеллана? Что вы должны сделать? Ваши обязанности? Когда мы поехали в театр военных действий, в те зоны, на те территории, естественно, мы увидели, что война, она имеет последствия. И вот эти вот люди, которые остались на так называемых нейтральных территориях, да, или серая зона, как сегодня принято называть у нас в Украине, они, ну, знаете, как невинно страдают, да, то есть они не виноваты в том, что война, вот, как правило, те люди, которые остались... Не виноваты, что на их территории. Да, те люди, которые были инициаторами или, скажем так, катализаторами войны, они или убежали, или приняли ту или иную сторону, а остались люди немощные, остались старики, остались дети, которым некуда ехать, вот так вот, остались больные, инвалиды. И, естественно, мы не могли оставить их без внимания, без нашего участия, потому что это наша, это заповедь Христа, помогать таким. И мы начали делать в силу своих возможностей, вот, те добрые дела, которые мы могли делать, то есть мы начали возить им продукты, и мы продолжаем это делать, начиная от хлеба, заканчивая другими продуктами, мы начали проведить воду в летнее время, дрова в зимнее время, уголь, то есть абсолютно, абсолютно полностью покрывать их нужды. Или мы становились коммуникаторами, если у нас не хватало своих ресурсов, между ресурсными организациями или даже военнослужащими, которые могли помогать местному населению. Потому что очень много армии сегодня, армия Украины, имею в виду, помогает местному населению продуктами, дровами, логистикой какой-то. И мы, как имеющие доверие и военных людей, и гражданских людей, я имею в виду священники, капелланы, мы вот эту вот связку делаем более продуктивной и, скажем, более эффективной. Павел, расскажите, серая зона, это там нету военных или все-таки какая-то часть военных присутствует? Что это за серая зона? Есть разные места, есть, где нету военных ни одной, ни другой стороны, есть серая зона. Знаете, серая зона, она и серая зона, это где полутона, где нету белого, где нету черного, где есть, скажем так, опасность быть убитым, потому что, как правило, над этой нейтральной территорией летают снаряды с одной и с другой стороны. И снайперы тоже смотрят. Снайперы разрываются, да, и много минных полей сегодня в Украине образовывается между противоборчими сторонами, не ведутся карты этих минных полей. И, кстати говоря, мы два года назад начали проект информированной о минной опасности. У нас есть свободное время от служения военным, и мы также ездим по префронтовым школам, территориям, по префронтовым учебным заведениям, это школы, это техникумы, это высшие учебные заведения, и проводим уроки по минной безопасности. Мы рассказываем детям, и взрослым в том числе, но это, как правило, в школы. Чаще всего школьники попадают в эти проблемы. Да, это проходит в формате урока, 45 минут для разных возрастов, и капелланы просто рассказывают, как нужно себя правильно вести, если оказался на опасной территории, если обнаружил взрывоопасный предмет. И Бог нам позволил за прошлый год, за полтора года проекта, 75 тысяч детей донести эту информацию, проинформировать. Это была проделана огромная работа большой группы капелланов из разных церквей. И приблизительно группа капелланов какая? Порядка 35 человек. 35 человек? Да, 35 человек, 75 тысяч детей было проинформировано. Хорошо работайте. От станицы Луганской до Мариуполя мы проехали практически всю Ленивфронт, но этот проект длился больше года. Не, ну все равно результаты впечатляющие. Павел, еще хочу вопрос задать. Возвращается солдат с военных действий, кто-то с ранением, кто-то покалеченный. Вот эта работа с таким человеком и, конечно же, семья, которая осталась в сдава, остались сироты. Какая работа капеллана в этом? Ну, во-первых, если еще вернуться, опять же, в ту среду, где мы работаем, я имею в виду, с военнослужащими, есть люди, которые принимают, скажем так, наше учение, которые становятся христианами, которые становятся христианами и хотят уже, естественно, быть приобщенными к церкви. Кстати, вот, извините, как многие из военных каются? Так же, как и не военные каются. Все одинаково. Процентов 20-30, да? А, вы имеете в виду в процентном отношении? Ну, как говорят, как говорили мои друзья, на войне неверующих нет. Нет, ну, знаете, статистики нет. Я думаю, что, как Писание говорит, что слово, слышание должно быть, да, слово, и потом принятие решения. То есть мы проповедуем слово, мы говорим о Христе, показываем тот путь, который нужно пройти человеку, который прошел в свое время Христос и дал нам спасение, а человек уже принимает сам решение. Хорошо, покаялся он. Да, если человек покаялся, то, естественно, 2-3 человека, там уже церковь, и капеллан имеет возможность нести все полностью церковное служение, то есть все церковные обряды, да, в том месте, где есть эта вот общинка, да, маленькая группка домашняя. Это может быть в блиндаже, это может быть просто вот под обстрелом. У нас бывали случаи, когда мы просто солдатами молились о том, чтобы там не прилетели мины и так далее. Ну, вот, те люди, которые... Самый чаще солдат молится о чем? О мире? Или все-таки остаться живым? Остаться живым. Остаться живым? Да, остаться живым и просит помощи, особенно когда это уже раненый. Хочет выжить? Часто вывозили раненых, да, передсмертные были молитвы, когда... Ну, бывают такие ситуации, что... Исповедание перед смертью. Да, не довозили солдат. Поэтому, как правило, просьба помощи, и мы ее просто, как священники, направляем туда, в небеса, и говорим, вот там твой спаситель, там есть возможность тебе обрести вот эту вот свободу, вот эту вечную жизнь, и... Ну, вот здесь вот 99,9,9 процента... Шанс, что он все-таки обратится к Богу. Да, что он обратится к Богу. Хорошо, вы были в блиндаже, молились, обстрел был дальше, что было? Дальше было, что... Ну, я просто как матрицу, да, это показал, как определенную картинку. И потом образовывается, когда вот эта вот домашняя группа, ну, мы можем так ее назвать, да, по-протестантски, происходит просто определенная работа церкви. То есть здесь образовывается церковь. И когда человек демобилизуется, мы его передаем в поместную церковь. Мы говорим ему, приди домой, приди домой, ты обязательно должен прийти к священнику. Конечно, мы звоним друзьям, папасторам. И священник может прийти сам. Да, да. Во время того, как человек на фронте, священник посещает его семью, поддерживает там от носочков, заканчивая конфетками, подарками для этих детей. Если горе случилось, семья потеряла своего кормильца, естественно, мы дальше продолжаем опекать, и у нас целый-целый пласт работы. Так вот, первая часть – это вот те люди, которые возвращаются, мы с ними продолжаем работать, и воцерковливаем их, да, пытаемся. Вторая часть работы – это уже с последствиями войны. Это вдовы, это сироты, это созависимая семья, да, вся практически, я имею в виду созависимая от того, что человек умер, погиб. И, естественно, это сами бойцы, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством после войны. Насколько много, большой процент солдат страдает этим? Сейчас сложно сказать, потому что сейчас статистика еще не ведется, в силу того, что война идет, и, как правило, смотря на опыт американских военных действий и последствий, как правило, пик стрессовых расстройств приходится на второй год после того, как человек возвращается с войны. На второй год? Да. Есть хорошая очень такая статистика, которая ярко свидетельствует о том величине проблемы, с которой нам придется столкнуться, и уже мы сталкиваемся. Во время Вьетнамской войны погибло американских солдат около 15 тысяч, а покончилось жизнь самоубийством после окончания Вьетнамской войны более 30 тысяч. В два раза больше? Это военнослужащих в два раза больше. То есть война забрала еще 30 тысяч людей. И, к сожалению, если мы не предприняем попыток предотвратить вот это средство расстройства, в Украине, может быть, даже цифра намного страшнее. Ну, вы знаете, вы так объяснили все, настолько детально, что я уверен, что наши уважаемые телезрители, они, пожалуй, даже начнут вас поддерживать в молитве и, возможно, как-то еще. Да, я, кстати, хочу сказать, что у нас в эту субботу планируется пресс-конференция, где можно будет лично встретиться, задать любые интересующие вопросы. Давайте вы телефончик сможете сказать в эфире, потому что эфир будет у нас с повторами, но когда? Можно позвонить лично мне по номеру 404-536-4758. Еще раз скажу, 404-536-4758. И в 6 часов вечера в субботу, Павел, как это правильно называется место, скажи. 5948 Пикан-Авеню, Ранжевайл, да. Это церковь Джерело Житя. Церковь Джерело Житя, да. Там пастор Вадим Дашкевич. Субботу во сколько? 27 января в 18.00. 6 вечера. Начинается пресс-конференция, и вся наша группа, все 12 капеланов и представители генерального штаба смогут ответить на вопросы, просто пообщаться, в свободной обстановке. И мы приглашаем. Как долго вы в Америке будете? Ну, мы будем до 2-го числа, 2-го числа февраля мы уже возвращаемся в Украину, вот, поэтому, как бы, был такой принят формат, что это будет максимум до 2-х недель с дорогой, учитывая дорогу, потому что все люди, которые есть, они должны вернуться непосредственно к своим прямым обязанностям. Вот, и, то есть, 2 недели – это такое время, которое было выбрано. Ярослав, ну, из того, что Павел уже засвидетельствовал нам, рассказал очень подробно, и плюс еще ответил на мои щепотливые такие вопросы, из того, что вы слышали, что бы вы хотели добавить? Ну, я бы очень хотел добавить, чтобы, ну, так как я понимаю, многие люди, которые нас смотрят, это христиане. Да. И знаете, и очень важно, во всем, что мы делаем, мы должны видеть библейскую основу и духовную основу, потому что, знаете, некоторые люди, они думают, а нужно ли это или не нужно? Вот как раз… Какие-то новые, неизвестные. Да. Вот вы знаете, если вот говорить о той истории, про которую Павел рассказывал о Корнилии, да, когда Господь проговорил к Петру идти и нести Евангелие этому офицеру римской армии, вы знаете, Петр прекрасно знал, как работать с рыбаками, он даже знал уже, как с Матфеем попробовал, как работать с налоговой, вот, но совершенно не знал, как работать с военными. У него однажды была такая практика, попробовать мечом что-то сделать, вы помните, чем это закончилось в Гефсимании, вот, то есть у него не сильно получалось работать с оружием, у него лучше получалось работать с сетями, знаете, для ловли рыбы. Но, тем не менее, я всегда думаю, если Господь, он призвал самого апостола для того, чтобы идти и нести Евангелие военнослужащим, да, а тем более, смотрите, есть ситуации, в которых сам Христос ставил офицера вот этих сотников в пример. Помните, да, когда один из, опять же, сотников римской армии, он говорит, что во всем Израиле, да, я не видел такой веры. Вот представляете, как это звучало для фарисеев, для священников того времени, когда он показывает на военного человека и говорит, что его вера в его, ну, как бы, в глазах Иисуса Христа больше, чем вера священника в тот момент, да, то есть, как бы, я думаю, это достаточно серьезный вызов. И вот работая, ну, непосредственно, да, с людьми, вот, военными людьми, которые находятся вот в таком своей служении, потому что ведь они тоже служат, они служат своей стране, кто-то должен эту работу делать, знаете, вот, как полиция, мы едем, мы понимаем, кто-то должен стать полицейским, кто-то должен быть на сегодняшний день в армии. Даже недавно у меня была одна ситуация, я ехал с офицером, который работает в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. И знаете, мы сидели с ним в машине, и он мне говорит, Ярослав, ты знаешь, у меня такая, говорит, работа, говорит, меня никто не любит. Вот, говорит, куда я не приду, ну, ты должен, говорит, понимать, это значит, пришла беда. Если я пришел к кому-то в дом, или к кому-то в офис, да, то есть мне никто не рад, ну, условно говоря. И представляете, кто-то должен эту тоже работу делать, и хоть она и не совсем нравится, но кто-то должен ее совершать. Поэтому, конечно же, капеллан, это человек, который идет туда, где люди имеют какие-то ограничения в доступе к служению, к тому, чтобы даже просто быть в церкви. Вот представьте, военнослужащие, то же самое мы можем говорить о тюрьмах, ведь есть тюремное капелланство, это отдельная тематика. Точно так же есть капелланы, которые служат в госпитале, и для того, что мы называем госпитальное капелланство. Люди тоже не могут прийти в церковь, и кто-то им должен послужить. Есть там морское капелланство, муниципальное. То есть сегодня, если мы говорим о капелланстве, это настолько широкая тематика, что ей нужно посвятить, наверное, нам с вами, Геннадий, не одну программу. Да. И, конечно же, насколько это ответственное служение, плюс ко всему, и опасное. Вы теряли вообще капелланов? Вы знаете, на сегодняшний день есть ситуации, когда есть капелланы, которые были ранены, есть капелланы, которые попадали в плен. Я не знаю, может быть, Павел знает ситуации по поводу погибших, но по поводу раненых и тех, которые в плену, я знаю. Слава Богу, да. Из наших коллег никто не погиб. Действительно, как говорил Ярослав, были ранены, были попавшие в плен и потом их отпустили, но никто не погиб. Но это же надо так любить, это служение, чтобы идти даже рисковать своей жизнью. Знаете, первое время страшно, потом просто привыкаешь. Ты понимаешь, что ты должен это делать. Да, ты должен это делать. Почему именно я на этом месте, значит, Бог так определил, то, что я должен сделать. Мы любим шутить или так говорим, что когда военным дает повестку военкомат, то нам дал повестку небесный военкомат или Господь сам выписал, поэтому туда пошлю, где должны были быть. Ну, самое главное, производите ту работу о спасении душ. Вот это для меня очень впечатляет. Более нет ценности, чем жизнь человека и поэтому наша задача. Нет ничего сильнее вовремя родившейся идеи, реализованной или пришедшего на то место человека, который должен там быть. И поэтому мы таковы ими являемся. Спасибо огромное за все, что вы делаете. Павел, у вас одна минута пожеланий, потом Ярослава одна минута я вам тоже дам. Что бы вы хотели сказать нашим телезрителям? Хотел сказать, любите своих близких, родных, молитесь о мире, потому, что нет ничего действительно ценнее, чем мир в сердце, мир с Богом, мир в душе. И, наверное, любите все-таки друг друга. если мы будем любить друг друга больше, доверяя Богу, который в нас, у нас не будет войны. Я хотел бы, чтобы скорее закончилась война в Украине, хотел бы, чтобы ее нигде больше не было, и чтобы отцы, те ребята, с которыми я работаю, могли вернуться домой и взять, обнять своих жен, обнять своих детей и дальше продолжать мирно жить и строить здесь, на нашей земле, Царствие Небесное. Спасибо, Павел. Ярослав, ваши пожелания для наших телезрителей? Знаете, меня часто спрашивают, а что дальше? А я говорю всегда так. Знаете, Библия говорит, есть время войне и есть время миру. Друзья, мир обязательно придет. Ни одна война не длится вечно. И мы молимся о том, чтобы был мир. Спасибо всем, кто поддерживает Украину. Пусть Бог благословит вас и мы будем рады с вами встретиться. Бог да благословит вас. Уважаемые телезрители, мы искренне благодарны Господу за то, что с нами сегодня были наши братья, которые рассказали о новом для нас неизвестном служении, но после этой программы я уверен, что мы знаем уже больше о известном, о служении, которое также необходимо и в это очень даже необычное время для Украины. И хочу сказать, давайте будем продолжать молиться за нашу Украину и верить, что Господь молитвы слышит, а значит придет мир в нашу страну. Дорогие друзья, мы искренне благодарны Господу за всякую возможность быть с вами, за всякую возможность говорить о чудесах Господних, за всякую возможность свидетельствовать сегодня, как наши гости рассказали о служении, которое на передовой, служение, которое, ну, насущное, как говорится, на грани жизни и смерти находятся люди, которым так важно услышать Слово Божье. Дорогие, спасибо за то, что вы были с нами, спасибо за то, что вы поддерживаете и смотрите телеканал Импакт. Благослови вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!